Ну, сегодня уже затронем такую тему, как Groove Agent 5, потому что раньше основной акцент был на Хельман 6, а сейчас такой многофункциональный инструмент, как сэмплер, как Groove Agent. Добавляем трек инструмент, открываем Groove Agent. Прежде всего хочу показать рутинг, маршрутизацию выходов, точно так же, как в предыдущих видео уроках. Я объяснял, как можно будет отдельно разделить бас-бочку малый, то есть кик-снэр и тарелки и все остальное по выходам, по выходным каналам. То есть это маршрутизация, называется рутинг. Окей. Вот перед нами Groove Agent. Здесь у нас есть, можно включить клавиатуру, чтобы было видно. Здесь у нас есть, как раньше я, можно смотреть и пресеты китсов, инструментов пресеты, стилей, миди пресеты и браузер. Хорошо. В данном случае акцент будем сейчас работать с некоторыми пресетами, чтобы было понятно, как маршрутизировать, как некоторые функции, многие функции, которые есть в этом сэмплере. Правой мышкой можно лодкид, давайте кит и паттерны. Надо еще обращать внимание, какой пресет из какой библиотеки, потому что все выглядит по-разному. Допустим, давайте сначала возьмем более простую версию. Ну, вариант это, скажем, Electronic Dance, Electrohouse, что-нибудь в этом роде. Вот Electrokit 1, Electrokit 1, хорошо. Так, он у нас загрузил. Есть у нас звук. Здесь у нас в директории инструмента есть пэды, 16 пэдов. Здесь у нас паттерны уже готовые, грувы. Так, начнем с инструментов. Прежде всего, хочу обратить внимание, F3 пульт. У нас здесь открылся всего лишь один выходной канал. Вот я на него нажимаю. Все идет по одному каналу. Открываем инструмент. Здесь у нас есть раз, два, три, четыре окошечка. Edit, Mixer, Performance и Option. Вот, это страница Perform. Мы к ней еще обязательно вернемся. Это очень тоже интересная функция. Есть два варианта, значит, активировать. Как раньше я объяснял. Первый вариант, вот здесь в правой стороне, в рэке, грувы, я нажимаю на треугольничек, задействовать выходы и активирую определенные выходы, которые мне надо. Но я пользуюсь немножко другим, вторым вариантом, второй вариант здесь. Вот у нас, допустим, кик, да? Правой мышкой я нажимаю на кик. Так, и вот у нас есть Assign Output, BAS-1, да? Мне нужно... Вот он здесь находится, агент, BAS-1, видите, здесь. В данном случае я хочу отправить, чтобы он был, скажем, по мастеру, по основному, да? Именно кик. Мастер. Кик-2. Вот он, кик-2. Кик-2. Правой мышкой I signed. Out-2. Выход второй. Вот это и есть маршрутизация. Snare. Snare. Правой мышкой. Выход 3. Так. Дальше Snare 2. Выход 4. Можно сделать так. Да? Клэп. Выход 5. И так далее. Как вам удобно. Здесь вы расставляете уже. Это F3. Нажимаем. Что мы видим? Мы видим. Вот. Мы видим полностью название. Вот я нажимаю. Бас. Второй бас. Бас. Snare. Один. Snare. Два. Клэп. Это у нас кик-2. Клэп-2. И так далее. То есть дальше мы можем продолжать там. Скажем, хай-хет. Как у нас был клэп. А вот пятый. Так. Значит, хай-хет. А вот шестой. Выход шестой. Да? Хай-хет шестой. Вот он у нас. F3. Шестой. Вот мы уже разделили. Все звучит. Все звучит. И каждый пэт. Вот если я запускаю, допустим, сейчас паттерн. Вот этот грув. Я его перетягиваю мышкой сюда. Ролл-2. Прекрашен. Хай-хет. Клэп. Хорошо. Сделаем так. Открываем бульд. F3. Все разделяется. Все. Дальше уже ставим эффекты. Так. С этим мы разобрались. Здесь все понятно. Теперь. У нас есть. Еще раз повторяю. В каждом пресете разные установки. Мы в данном случае рассмотрели простейший вариант. Сейчас позже мы вернемся к акустическим барабанам. Перформер. Это очень важно. Вот как я говорил. Это как флекс фраза. Да. Если перформер я открываю, нажимаю. Сначала выделим инструмент. Нажимаю актив. И вот у нас внизу от C5 до 5 октавы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Варианты. Вот смотрите. Первая вариация. Четверть. Четвертные триоли. Восьмушка. Восьмые триоли. Шестнадцатые. Шестнадцатые триоли. Значит, если я держу C1 бас-бочку. И нажимаю на C5. У нас что получается? Первая. Первая вариация. Теперь нажимаю на до-диэс вверху. Смотрите внимательно. На третье, четвертое переключаться. Вот вам и сбивки. Так, это все можно передвигать и делать свои пресеты. Скажем. Я здесь нажал. Вот здесь. Можно так. Теперь вот здесь, вот в правом углу есть треугольничек. Select. Выбираем пресет. Пресет, скажем, четыре на три степс. Выберем шестой. И вот у нас есть пресет уже. Такой пресет. Все нажимаем. Очень удобная штука. Либо мы выбираем здесь пресеты, либо мы выбираем отсюда. То же самое. Да, есть шестнадцатые крещендо, скажем. Вот такой вот вариант. Вот крещендо здесь. То есть, в данном случае, я на каждую ноту могу выбрать отдельно здесь фреза, да? Вот этот фрез крещендо. Либо я выбираю полностью сет. Готовый пресетный сет, вот. Который действует на все восемь вариаций. Так, здесь все понятно. Здесь тоже разобрались. Неограниченные возможности, уникальный инструмент. И я считаю, что, в принципе, как драмс-машин, как сэмплер, один из лучших. Хорошо. Теперь мы снова, я выбираю все выходы, деактивирую выходы. И мы сейчас выберем акустик барабаны. Акустик барабаны мы выберем. Тоже с паттерном. Окей. Скажем. Можно диско поп. Пусть будет поп диско. Вот модерн партии. Здесь вот установка совершенно другая. Посложнее. Так, что мы видим? Акустические барабаны. Так, паттерны у нас есть тоже. Вот здесь паттерны. Я уже раньше объяснял. Можно паттерны отправлять в нужную директорию. Но здесь, в данном случае, в пресете указаны директории, допустим, до нижней октавы. Зеленые. Так. Вот, допустим, вот они. Все по цвету выделено. Все мы можем наблюдать. Можно также сдвинуть вниз. Это правой мышкой. И assign trigger note. Допустим, перенести на минус C, минус 2. Нижняя октава. Вот, пожалуйста, уже перенес. Это все делается. Хорошо. Сейчас не об этом разговор. Это я объяснял раньше. Заходим в миксер. Вот здесь у нас другая картина. То есть я уже не могу, как в электронных барабанах. Если в миксере вы видите вот такую вот картинку в пресете, значит, мы можем устанавливать вот kick. Вот здесь я уже не могу выбрать. А именно в этом окошке я выбираю. Басовый. Басовый kick. Кик малый. То есть бас бочку. У нас на kick mix. Оставим мастер. Так. Снэр. У нас будет out 2. F3. Вот мы видим прекрасно. Смотрите. Все четко видно. Да? Пошли дальше. Все через отсюда. Хай-хет. Out 3. Маршрутизация. Так. Томы. Четвертый выход. Тарелки. Пятый. Перкуссия. Шестой. Дальше у нас эффекты room. Да? Можно сделать, отправить на седьмой. И overhead. Mixed kit. Восьмой. Что у нас получилось? Хорошо. Сейчас. Для того, чтобы это было визуально видно. Сделаем таким образом. Открываем фольт. Запускаем. Открываем фольт. Открываем. Вот здесь Рум и Оверхит это эффекты остаточные. Все мы можем регулировать. Опять же, селектируем. Всю группу добавить PCI-Fender и вот она у нас. Сейчас я сюда немножко добавлю. Скажем, что я чеки-то. Еще чуть хуло. Вот так мы работаем дальше. Та же самая функция перформа. Включаем, активизируем. Активизируем. Очень важно и очень интересно. Я этим часто пользуюсь и вот у нас высветилось. Ну, как при миксах. Либо. Выбираем пресет. На все. Степ 19. Окей. Начнем с первого. Вот так работаем с Groove Agent маршрутизация и перформанс. Функция. То есть включается. Это своего рода степ фрейз. Степ фрейз. Мы включаем. С Groove Engine там еще есть. Будем потом попозже. Я хочу открыть тему обязательно. Это работа с сэмплами. Очень важно. Тут вообще неограниченные возможности. Можно все делать. Итак, на сегодня у нас с Groove Agent там эта маршрутизация была. 2. Не объяснил. И страничка. Как работать. Странички. Перформанс. Фрейз. Фрейз. Это синхронизация. Вот. Синхронизация. Фрейз. Фрейз перформа. Окей. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!